всем привет пацаны по вашим запросам сегодня будет прикольное видео необычного формата во первых я буду кататься сегодня со своими градусами своими барспинами короче как вы поняли кто наблюдает за инстой ребята попросили снять видос которым я буду кататься в свече целый день сегодня уже не целый день короче сегодняшнюю всю катку буду кататься в свитч стойке короче я обычно катаюсь вот так и делаю оппозит градус и оппозит бары сегодня буду кататься вот так и соответственно у меня все градусы становятся своими все бары станут барспин становится своим вообще когда-то один мудрый человек мне сказал что барспин свой это тот который те делать проще но по этому поводу можете развести там полемику дискуссии в комментарии будет интересно почитать написать какой стойки вы катаетесь вот но мы начинаем сегодня я механик и нефан катаемся в свече можете поставить лайк потому что я думаю этот видос нам дастся довольно таки сложно и после его съемок нам будет кататься в два раза сложнее короче начинаем как я тип на вас теперь немного поподробнее вот моя обычная стойка я катаюсь с правой ногой спереди я так катаюсь уже на протяжении 6 лет теперь я буду кататься с левой ногой спереди конкретно сегодня мы естественно попробовали уже покататься вот так вот недолго короче ощущение примерно такие как будто ты стал на самокат недавно как будто все вот эти вот много-много лет катания они все впустую и ты становишься и учишься всему заново ощущение просто неконтрольно непонятно и голова идет кругом но интересно поэтому будем начинать прямо сейчас подожди сейчас секунду я заметил типа то что я еду просто в свеч стойке и понимаю типа а почему я еду фейки просто лицо вперед типа какое такое у меня ощущение типа такой почему руль не с той стороны почему руль не с той стороны короче объясняю у меня вот это вот положение типа еду вот так толкаюсь она вполне привычная так обычно всегда просто правая нога на ставится куда-то отсюда и все хорошо теперь я делаю вот так ставлю эту ногу и происходит полное непонимание из-за того что левые ноги вроде как здесь быть ты не должно должно быть наоборот голова немного в шоке типа градусы все градусы они по сути крутятся в ту же сторону просто с оппозитных они становятся своими а вот то что у тебя ноги отзеркали на это вообще что-то непонятное но я думаю начнем самое простое здесь так как с градусами проблем типа нету они в ту же сторону я думаю с градусами все будет окей типа ванахи трехи проблемы будут на випах и хиллах ну самая тяжелая бары бары нормально но у меня не так у меня по сути то же самое типа я чаще делал оба бар чем свой но типа прикол в том что разбалансировка самоката другая то есть ты пятками же давишь всегда больше чем носками а тут ты давишь другую сторону и тело не выкупает вообще ничего мне короче в барах и в градусах я более-менее уверен я нет задача для меня на этот видос сделать где-нибудь минул на что нибудь хоть на что потому что минул свеча тоже такой довольно проблемный трюк и не знаю я бы хотел сегодня сделать трак хотя бы я бы хэнк файв хотел где-нибудь ну короче я не знаю чем начинаем типа с базы ну да да а знаешь что мы не пробовали срать что за ломание мозгов теперь ты понял что мы чувствуем когда x-ray делаем все за стойка катайтесь нормальный тепло это часть трюков которая нормально воспринимается моей головой как будто все хорошо теперь вип и хилл мне одного маска мальцы при виде при виде своего пара тебя ты просто есть вот насчет випа когда мы пробовали с нефаном еще до начала съемок это видео там за неделю я говорил о том что я обычно вип толкаю задней ловлю задней и все передняя там не задействуется вообще но это одна и та же нога та которая в этой стойке была задней становится передней короче у меня как правая нога ничего не делала так ничего не делает сейчас охренеете что этот пацан исполняет звук какой даже посмотри так короче я всю дорогу до спота в свече ехал чтобы примерно понимать что мне надо делать хорошо ездить этот парень умеет да все ты все умеешь может быть два хила ну тело не выкупает стой подожди то есть вот так будет легче сделать не понял а то есть теперь я чуть ты ноги переставил а это халкап такой понял стиля есть про о о о о о нормально не не в ту стойку увез не в ту стойку увез это было на грани упасть вот так плашмя да короче сейчас мы будем постепенно переходить к чему-то более сложному по десятку ты ну что давай попробуем уровень сложнее мену ну что то да ну тогда по ну тогда по ну сначала хотя бы запрыгнуть тогда по очереди хорошо запрыгнуть на нее я могу так твои ставки сколько попыток нужно чтобы я просто проехал на мэнерси чем ну возможно но я думаю меньше десяти десять я думаю пять короче десять меньше десяти короче а то я могу сказать точно если в своей стойке можно просто дернуть руль и поехать долго на мэнуле то в свече почему-то проще держать его с минимального прыжка в плане вот это вот проехать с банча или хопчика проще чем просто поднять руль и проехать то же самое расстояние во флоту без прыжков и и и и и 7 попыток получилось вроде да ну да теперь давай я а теперь она спереди типа я такой хорош три попытки сложно давайте очень оформлять с мену так а вот этот номер может и прокатить это обычная стойка если что проверяет все ли хорошо тоже три попытки тоже три попытки не сложно я думал липчика еще в кинуть в конце давай оформим манула на что-нибудь давай уху Я в свече яйцо отбил. С моего ракурса нет. О, было. Так, плюс один трюк копил. И в одно вылез. Ай, больно. Есть. Вообще, короче, я хотел сам в свече везде им покататься. Им было не обязательно, но... Уже поздно. У меня уже кисть болит крутить, и я, вряд ли, сделаю лучше, поэтому... Вот это оказалось реально сложнее, чем я думал. Я думал, будет гораздо проще. Но ноги постоянно пытаются перевернуться в свою стойку. Особенно правая. Типа, когда уже треха к концу подходит, эта нога должна быть тут. Но ощущение, что она сейчас поставится сюда просто на автомате. Короче, вот с траком мне вообще нифига не весело. Ну, давай я попробую. Три попытки хотя бы. Этого уже довели. Все. В смысле? Это свой был. А, с другим баром или что? Нет, это был с другой стойкой. Ничего не понял. Ну, то есть я вот так его сделал. В своей? Да, чтобы посмотреть, типа, как он сидит. А, ты еще меня путаешь. Я посмотрел на камере на свой трак. Это, конечно, мягко говоря, ожидаю, оставляет, желает лучшего. Но лучше флэт я, походу, не сделаю. Поэтому пусть будет так, как есть. Сейчас поедем в магазин съездим и попробуем погриндить в свече. Вот это сейчас начинается что-то невообразимое реально. Мы не только делаем трюки сегодня в свече, но и просто катаемся. И пока лично я чувствую себя вообще не уверенно в этой тыкотине. Особенно... Я чувствую себя более-менее нормально, если, ну, двумя руками за руль держусь. А так как-то уже и не очень. Макар, давай сходу трюк какой-нибудь. Не барспин. Слава. Молодец. Шатал так шатал. В любой момент что-то может пойти не так. Например, как я. Все, молчать буду. А ты специально упал? Нет. Я тоже нет. Это было твое предположение, что ты сейчас пизданешься? Я понял. Ну, реально, типа, ты можешь посмотреть. Я из нормального человека просто за всей силой перекинется вперед. Нет, так у меня то же самое за сегодня. О, VIP-чик сделал нормально. О, у меня ностальгия. Вот здесь был рейл. В два раза ниже когда-то. На нем трюки делали. В общем, у нас вот такая вот гранька прикольная. Сейчас узнаем, сможем ли мы вообще гриндить в свиче. Что мне подсказывает, что это будет такое себе зрелище. Не, на ванной ходе тоже думаю о силе. А у тебя что со стойкой произошло? Я не знаю. Все, оно не скользит. Что, ее парафинить надо каждые три минуты? Ай, не туда-с. Ай, это своя. Это своей, братан. Я, чувак, я не вдупляю вообще ниху... О, сейчас было ощущение, что я дропом, типа, ну грань. Я стопнула. Вот это вот, вот это трындец. Полный, непонятные ощущения, вообще. Нормально. Не, короче, для меня сегодня самая странная часть-то гринды. Может, дело, типа, в грань. Грань бы немного поприятнее. Более привычная, что ли. Но трак и гринды на сегодня, это ужас какой-то. Ой, мне бы очень хотелось скинуть хил или вип, но я понимаю, что я его просто потеряю. Что попробовать, я даже не знаю. Вот, короче, если новое переделать трюканы было весело, то вот здесь что-то как-то такое. Попробуй G-Turn. Кого? G-Turn. В свече? Ты бутерброд словил? В дроп вот так вот. Как? Прекрасно. Локоть болит? Да. Очень сильно? Больше кисть болит. Я не знаю, как-то вот, короче, под себя или я пытался подставить или что? У тебя, короче, рульс, ты, типа, въебал. Ну, я это понял. Просто, вот, короче, этой кисть, которая очень сильно страдала и продолжает страдать. О, вы такой классный тенечек создаете. Кайф. Ты что скажешь? Что? У меня все болит, коленки, в основном. Мужики, не катайте свечи. Не, это свеч стойка, это, короче, довела жутко. Я еще наждак содрал, поэтому... Я говорил, что сегодняшнее видео дастся нам тяжело. Короче, поставьте лайк, пожалуйста. Один я, походу, живой. Так ты поспал, конечно. Мягко падаешь. Ты поспал бы. Мам, да, пока вы, сука, не заставили меня дроп... Не, чуть правее, чуть правее. У тебя между ног солнце, ты можешь бочком щить? Во, вот так. Пока не заставите меня дропать, да? О, давай, кстати, дропнешь откуда-нибудь. Там пять ступенек есть наманчивые. Какие пять ступенек? Семь давай хотя бы. Ну, они там такие, типа, знаешь? Где? Там, где наклонка эта. Какая? Перильная. Какая? Перила такая там, где все ее брали. Возле спортмастера вход... Вход в спортмастер. Ааа. Вот. Я там с одной рукой даже дропнул. Не знаю. Ну, не в свитче. Ну. Ладно, короче, сейчас мы что-нибудь придумаем, и к вам вернемся, пацаны. Я бы придумал попить. Еще один подопытный. Интересно ему говорить. Ну, надо сделать в свитче. Интересно тебе? Да. Тебе очень интересно. Просто я могу сказать так, я сейчас не смогу вообще бары крутить. Я чувствую себя нубом, который учит только что бартвист. Ну да. Ну, мне тебя обращают. Бартвист. Нет. Он, по сути, должен быть. Ну, я вообще не понимаю, как его крутить. Ну. Да сделай хоть какой-нибудь, то будет хоть что-то. Давай, вместо меня. Окно. Надо было просто пробовать опа. Я тоже не умею опа. Ты первый раз сделал сейчас правой рукой бартвист вообще? То есть, даже в своей стойке ты делал бартвист вот этот. Да. Тогда смотри. Держись. Нет. Да вы просто не понимаете. Ну, постой, что-то. Все, пацаны, поехали. Сделал и сделал. Итак, вечер, столетово. И мы погриндили по граньке, собственно, в стриту. Но мы не катались на периле. Сейчас попробуем. Попробуем что-нибудь, каких-нибудь подкатов. Все дела. Походу, моя задача сейчас весь скейт-парк. И все будут кататься в свече. Настало время хоть каких-нибудь дропчиков. Давай, бра! Это самый страшный сон в моей жизни! Хорош. Всем привет! Никто не понимает, почему мы так орем и выражаем эмоции, учитывая, что ты просто со ступенек прыгнул. Что, ты будешь пробовать в свече кататься? Да. Давай. Переставляй. Сразу. Ты уверен, Таник? А это уже? Абсолютно. Давай. Таник, ты после перелома или что у тебя там было? Разрыва связок. Да. Ты уверен? Да. Ну, давай, будь здоров. Так быстро и все уже попадали. Короче, у меня есть идея. А что, если вот в такой стойке делать вот такой фингер? Оппозитный? Вот так? Ну, типа, стоишь вот так. А, я понял. А делаешь вот так и ломишь. Ну, типа, ну да, оппозит фингер. Пойдет. Сегодня все считается так. Че вы так, че вы такие гиперактивные? Отдышите. Я вообще-то думал, что покатаюсь, но они вообще не останавливаются ни на секунду. I can paint an image in an instant like a polaroid picture. Like a mural out of noise and corduroids with no zippers. Push a port-a-potty oval with a pick inside the pistol. Watch the red and blue stash your dream. You're never gonna get there. It ain't the hard now. You are spitting 8 bar, you spitting 16, you still out, did you? You ain't ever gonna outdo me. Че, запрыгнешь веще вот так, и когда тебя разворачивают, ты еще вот такой стороне должен. Порт-вистик. Свич, оппозит, брая. А я... Бешеный. Я так понимаю... А он свич, брая хочет. Понимаю, оппозитный брая твой, типа первый, но он как бы сейчас как свой правильно короче завершающий трюк этого видео я думаю будет фронт драй и на этом хватит, пожалуй а ты говоришь все не буду, все можешь возвращаться к привычному катанию стой давай нормальный, нормальный стой катание в свече, Нив сегодня определенно закрыл я так и думал блять что ты понимал еду сзади еду мне ромчик в полете позвонил что ты понимал еду такой я так и думаю сейчас будет фронт драй я вот так вот еду в свеч ты кстати сейчас идеально ровно заземлил идеальнее чем в свою даже в свою я его перекручиваю короче ребята на сегодня мы неплохо закрыли это для свече стойки я ожидал меньшего 100% я в принципе не думал что пацаны так настолько в эту роль вольются вообще если честно я не планировал что вы тоже будете кататься сегодня в свече я думал я один в смысле? ну вы такие ну мы приехали уже в свече мы подготовлены я такой ладно классно не я один в смысле? ну я не планировал что вы тоже будете в свече я вчера просто не понял типа ты сказал ну видос свеч стойки ну короче вам было не обязательно кататься в свече сегодня весь день но пацаны поддержали нагасили классных трюков вот спасибо им ну в принципе то и все пишите как вам в комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал ссылки на социальные сети есть в описании если у вас есть еще какие-то прикольные идейки для видосов можете также написать комменты потому что вот эта идея собственно была подкинута моим подписчикам поэтому в любой ваш комментарий может стать идеей для нового видоса все всем спасибо подожди а на нас ссылки будут? а макар если узнаешь что не обязательно им было кататься в свече он же тебя убьет нахрен конечно максимум поругается все пацаны всем пока и до новых встреч и новых видосов здравствуйте здорова макар знаешь что я только что узнал? что? нам было не обязательно кататься в свече думал что он один будет кататься в свече ну вы случайно поддержали я просто не отрицал а ты думал типа я приеду тебя снимать просто и сам не буду так кататься да а мы дебилы подумали так никого мне гаснуть сейчас из вас двоих я с камерой меня нельзя а не фаны нельзя он сегодня и так побитый ему еще видосы мне помогать снимать и монтировать да да ну что я тогда с меги дропать ногами да? чтоб сломать их да? а что ты прям сильно расстроился? в свече только дропай в свече ну зато опа фингерс еще просто зато опа фингерс еще просто куча прикольных трюков которые вы теперь можете юзать да с какие? что мне даст опа фингерс? подкатал свич нет блин детская кровать с майком чунга чанга все не урчи не урчи короче реально не урчи и ищи плюс ну ладно мне даст свичборд все а мне свич фронтборд свич опозит фронтбрайт свич опозит фингер свич опозит фингер ты можешь теперь получается делать ладно в общем он не сильно расстроился все